И так сейчас мы отправляемся в Гонконг, где нашу съемочную группу согласился принять знаменитый мастер китайского кунг-фу. Мы побывали в его школе и своими глазами увидели, что в работе лучших китайских рукопашников есть настоящее чудо, а что просто фокус или ловкость рук. Репортаж из Гонконга Николая Матюшина. Тройная атака остановлена одним движением. Это винчунг, короткие удары и огромная скорость. Этот стиль китайского кунг-фу стал популярным благодаря знаменитому Брюсу Ли. И его фильмы, и его кунг-фу родом из Гонконга. Памятник Брюсу Ли на аллее звезд гонконгского кино привлекает множество его поклонников со всего мира. Мало кто знает, что в школе, где занимался Брюс Ли, само его имя под запретом. Патриархам винчунг не понравилось, что маленький дракон, не приучившись даже трех лет, стал выдавать себя за великого мастера и зарабатывать на этом деньги. Для мира винчунг Брюс Ли перестал существовать. Реального боя, полностью приспособленное к местным условиям. Винчунг как будто специально создан для узких улочек и простенков азиатского мегаполиса. Все движения экономные, короткие и прямые. Поединок быстрый и жесткий. Поначалу сложно понять, что происходит. Неудивительно, защита и контратака производятся одновременно. Я использую вот такой отвод руки противника с одновременным прихватом и выводом его из равновесия. Мужчины, открывая голову, кажутся опасной ошибкой. Но винчунг – это уличная система. На внезапное нападение здесь нужно реагировать не из боевой стойки, а из любого положения. В школах винчунг изучают и работу с оружием. Например, с такими тяжелыми шестами, каждый из которых весит около 10 килограммов. Впрочем, шесты. А эти ножи, которые называются бабочки, – боевое оружие. Ножи и бабочки – символ винчунг. Они украшают стену каждого тренировочного зала Гонконга. Мастер Лён прекрасно этими ножами владеет. У него был случай убедиться, что это вовсе не дикорой. Ван Кам Лён может направлять в любую часть тела. Вот так он с легкостью отбрасывает шест, вдавленный в солнечное сплетение. Посмотрите, превосходящий по силе партнер не в состоянии даже обеими руками удержать подбородок мастера прижатым к стене. А достаточно сильные удары по горлу, кажется, не производят на учителя Лёна никакого воздействия. Управлять своей энергией бойцам винчунг нужно и для поддержания здоровья, и для скорейшей победы в поединке. С помощью вот таких упражнений, чьи сао, здесь учатся чувствовать направление силы противника и реагировать интуитивно. Ощущение энергии ци. Рычаг, как в этом приёме. Но главное в технике винчунг – принцип контроля центральной линии. Всего различается пять видов центральных линий. Во время спарринга боец винчунг держит в уме схему этих линий. Это своего рода координатная сетка, позволяющая ориентироваться даже не глядя. Мне не нужно даже видеть нападающего. Используя те же принципы, я могу вот так выйти на бросок, когда меня хватают сзади. Контролем центральной линии объясняется вот такое специфическое положение рук. Удары наносят изнутри, от центра. Всё это для того, чтобы слабый мог победить превосходящего по силе противника. Геометрия и механика позволяют обмануть природу. Правильно перенаправляя энергию противника, я могу уйти от любого захвата, даже если противник сильнее меня. Принципом винчунг учится. Здесь происходит и закалка ударных поверхностей, и развитие координации движений, и отработка стойки. Вот этот манекен перешёл к мастеру по наследству. От его учителя Ухмана правильный удар в школе Ван Камлёна ставится на таких мешках, набитых каменной крошкой. У нас 10 основных положений кулака. 10 способов удара. Но главное в искусстве винчунг, говорит Ван Камлён, это не техника, а умение решать проблемы, не вступая в поединок. Сила духа важнее, чем сила тела, уверен мастер Ван Камлёна. Ну а сейчас премьера новой рубрики. В ней отныне мы будем регулярно давать телевизионные уроки по самообороне. Я рад представить в качестве её ведущего Юрия Кормушина. У него большой список званий. Он шеф-инструктор Парижской академии Винчунгунгфу, инструктор спецназа МВД и так далее. Не буду перечислять всё, потому что лучше мы посмотрим его работу. Итак, что нужно делать, если на улице на вас напали и чего делать не нужно?